Приветствую вас, дорогие друзья! В прошлой передаче мы затрагивали самооценку и то, кто именно вешает тебе ярлык, вешает тебе ценник, по каким критериям это все определяется. И по результатам этой передачи возникли еще дополнительные вопросы, и нам приходится продолжать эту тему, чтобы ответить на них. Итак, у нас в гостях снова Михаил Волгин. Приветствую! Приветствую! Итак, вопросы, которые у нас возникли, это как же все-таки оценить свою собственную самооценку? То есть, извините уж за тавтологию такую, как узнать, какая у меня самооценка? Завышенная, заниженная, чтобы я после этого мог начать с ней что-то делать. Ну, просто понаблюдать за собой достаточно. Как ты одеваешься, в каком состоянии там у тебя обувь, какие цвета ты выбираешь. И как ты общаешься с людьми, как ты ведешь себя, когда заходишь в помещение с незнакомыми людьми, как ты разговариваешь. Потому что, если, допустим, ты говоришь в магазине, не могли бы вы подать мне там баночку сгущенки? Что это значит, не могли бы вы? То есть, что ты хочешь? Ты просишь или что? То есть, ты уже как бы сомневаешься, что они могут или что? То есть, не могли бы, то есть, как бы себя заранее уже ставишь в такое положение, неуверенное положение. Хочешь попросить? Попроси. Скажи, дайте, пожалуйста, баночку сгущенки. И вот это слово «пожалуйста», оно как бы добавляет дипломатичности здесь, тактичности, но при этом ты просишь, дайте мне. Я хочу этого. Я знаю, чего я хочу. Мне нужна банка сгущенки. И вот просто последить за самим собой, за своей речью, как ты разговариваешь, как ты себя чувствуешь, когда ты разговариваешь с людьми, когда ты куда-то заходишь. И вот все вот эти детали показывают тебе и дадут тебе подсказку, нормальная ли у тебя самооценка. Мне кажется, это надо уже чуть ли не психологом быть, чтобы по этим деталям как-то себя оценить, с одной стороны. А с другой стороны, эти же детали могут относиться вовсе не к самооценке, а, например, к темпераменту. Та же самая одежда, как я одеваюсь, как я разговариваю с людьми, не буду я там в компании пассивным или активным. Это может быть вообще просто вопрос темперамента. Конечно. Все люди разные. Не означает, что каждый должен быть душой компании и так далее. Но при этом, чтобы в этой компании ты чувствовал себя комфортно. Не обязательно, чтобы ты одевался там очень ярко и броско, потому что тебе, может быть, другие цвета нравятся. Но ты должен в этой одежде, в которой ты одеваешься, чувствовать себя комфортно. И с той прической, которую ты носишь, она должна тебе нравиться. Ты должен себе нравиться. А не просто вот я это всегда носил и буду, или такую прическу всегда она у меня была, и я ничего не пробую, не экспериментирую. То есть если я себе нравлюсь, если я сам себя устраиваю, то у меня все нормально с самооценкой. Скорее всего, это так. Можно от человека сравнить вот с деревом, да, прекрасный у вас образ здесь. Дерево должно быть укоренено вглубь. И вот когда корни глубокие, тогда оно стоит крепко. Никакие штормы, ни это дерево не собьют, да. И в данном случае корни у нас это... Это самооценка. Это то, как я себя ощущаю, ну, внутри самого себя. Это меня держит. Как бы ко мне не относились со стороны, может быть, меня будут там подшучивать надо мной или оскорблять, мне не имеет значения, потому что мои корни очень глубоко. Ну, здесь еще один вопрос. А как оценить завышенную самооценку? Как ее увидеть? Потому что кажется, что завышенная самооценка это как раз-таки самое адекватное. Я сам себе нравлюсь, у меня все замечательно. Я могу лишний раз и, пожалуйста, не сказать в магазине, когда я прошу что-то мне выдать. Ну, давайте сразу скажем, что завышенная самооценка это меньшее зло, чем заниженная самооценка. Потому что человек с заниженной самооценкой ничего никогда не добьется, потому что он ни на что не рассчитывает. Тот хотя бы нахрапом, наглостью чего-то сможет ухватить, пока люди не поймут, что с таким человеком очень сложно работать. И он, по крайней мере, верит в себя, может, и переоценивает. Я с этим ни разу не соглашусь, потому что заниженная самооценка человек вредит только сам себе. Да. А человек с завышенной самооценкой, с переоцененной, он вредит на самом деле себе меньше. А вот другим, да, другим он вредит. Ему-то хорошо. А другим от его завышенной самооценки они страдают. Ну, на самом деле это правда, я с этим соглашусь, да. Просто я с точки зрения выгоды для человека говорил. Хотя это тоже зло. Просто я, мое личное субъективное мнение, что это меньшее зло, потому что человек хотя бы к чему-то стремится, как минимум. Но, конечно, это тоже зло, потому что, ну, с человеком таким трудно работать. У него завышенные ожидания к себе. Если другие не оценивают эти ожидания, да, не реализовывают их, то получается конфликтная ситуация. У него самого, с самим собой, да, конфликтная ситуация, потому что он не добьется того, на что рассчитывает, потому что слишком высоко взял. Это тоже проблема, и большая проблема. Ее можно определить по мечтательности некой. То есть... Нет, погоди. То есть когда ты считаешь, что ты можешь, завышая себе таким образом самооценку, а потом ты этого не достигаешь, разве твоя самооценка одновременно с этим не падает? Да, если ты переоценил, если ты поставил планку очень высоко, а потом не смог ее перепрыгнуть, то, да, это может быть определенная проблема. Мне кажется, большая проблема возникает в тех людях, которые ставят себе вот эти вот планки и игнорируют потом, взяли они эту планку, не взяли они планку, и все хорошо. Они себя ощущают на 300%, вот, смотрят на всех свысока и не обращают внимания даже на те неудачи, что ли, которые там вокруг них происходят, на то, что они, в принципе, ничего из себя не представляют. Они для себя все представляют и требуют, чтобы к ним относились соответственно. У них нет неудач, по большому счету. Да, да, да. Вот поэтому и многие исследователи считают, что завышенная самооценка – это на самом деле не что иное, как форма заниженной. В смысле? Вот как раз таки в этом смысле, что человек не чувствует уверенно сам в себе, кто он есть, он не в состоянии принять себя такого, какой он есть, со своими достоинствами и недостатками. Поэтому он закрывает глаза на недостатки, будто их нет вообще, и как бы взмывает над землей на какое-то расстояние, и он как бы парит, он не учитывает своих слабостей, и, соответственно, он не настолько уверен, чтобы суметь перенять поражение. Вот человек с адекватной самооценкой, с нормальными корнями, вот этот образ, да, он нормально оценит. Да, я проиграл, но при этом не потеряв достоинства. Мне понравилось, как однажды закончилась программа «Что, где, когда», ведущий сказал, «Вы знаете, вы сегодня проиграли, но ваше сегодняшнее поражение стоит многих ваших побед». Человек со здоровой психикой, да, со здоровым душевным эмоциональным состоянием нормально примет, что у него что-то не получается. Он умеет принимать свои ограничения, в том числе и физические ограничения. Например, если человек уже за 60, за 70 лет, он не будет уже так многого ожидать в вопросах здоровья, не будет такие наполеоновские планы строить. Он понимает, что он больше утомляем. Соответственно, и цели этому ставит. Это нормально. Человек же, который сломя голову несется, не учитывая своих возможностей, это на самом деле человек, который не принял себя. Он с собой не подружился. Он отрицает реальность. Просто как будто в параллельной какой-то реальности живет. То есть получается, что для того, чтобы вернуть к нормальности, скажем так, человека с завышенной самооценкой, его надо сначала опустить обратно. Он сам это сделает. Ну почему же? Нет, он сам это сделает, если он из тех, которые упрутся в невзятую планку и сами опустятся. Это хорошо. Это как бы меньшее из зол. А если он из тех, которые просто игнорируют все эти планки, ему замечательно и плевать на всех, то его получается, чтобы его действительно привести к нормальности, его надо сначала опустить, показать ему, что, дорогой, вообще-то твоя завышенная самооценка это на самом деле заниженная самооценка. А если это так, тогда не превращаемся ли мы в тех, как это называется, тиранов, что ли, да, или тех, которые забивают других людей, доводя их до низкой самооценки, пытаясь и помочь этому человеку все-таки ввести в нормальный русско. Ну, вы знаете, тут вы затронули тоже очень важную тему. Не надо друг друга воспитывать. Зачем человеку что-то объяснять? Если он совсем дурак, то он все равно не поймет. Даже если вы будете объяснять ему, как говорится, заставить дурака Богу молиться, так он и лоб пробьет, да, он не поймет. А если он не дурак, значит, он догадается сам. Единственное, что могут сделать друзья, вот вы спросили, зачем они тогда нужны, они нужны для того, чтобы показать ему реальную картину жизни. То есть они могут мягко, деликатно, но в то же время правдиво показать ему, вот это у тебя получилось, а это у тебя не получилось. На вопрос, зачем, отвечу очень четко. От его завышенной самооценки часто страдают другие. Хорошо, тогда так нужно и сказать. И вот ради других его надо что-то с ним делать, да. Конечно, это называется границей. То есть если человек переступает границы, которые ему отведены, и заходит на территорию другого человека, ущемляет уже их достоинства, или забирает их время, например, опоздание. Не имеем ли мы право тогда такого опускать на свое место или ниже? А зачем вы используете слово опускать? Я считаю, что жизнь сама это сделает. Но такому человеку нужно просто поставить границу. Пожалуйста, больше на эти встречи не опаздывай, потому что это наше время. Прояви уважение к нам, и тогда это будет взаимно. Не нужно человека опускать. Нужно человеку показывать, что вам неприятно. Говорите о себе, не говорите, что у него там, у тебя что, завышенная самооценка, ты почему нас не уважаешь? Говорите о себе. Мне очень неприятно то, что здесь получается, что я трачу свое время. Мне обидно, больно. Если так будет еще продолжаться дальше, то я не буду больше вместе с тобой заниматься. Но подобный человек по умолчанию игнорирует такие вещи. Все, значит, это чья проблема? Его? Конечно. Почему? Почему обязательно его? Если я это делаю... Ну, ради него, я бы, наверное, может, и не стал бы этого делать, да? А если я это делаю ради других моих друзей, которые страдают от него? Не надо страдать. Если вам не нравится, как человек себя ведет, то прекратите с ним отношения. А, то есть получается, это проблема тех остальных тоже? Ну, в каком-то смысле да. Если вы, конечно, начальник на производстве и страдают ваши люди, то в вашем лице, да, вы представляете всех остальных. Вы ставите условия, рамки, что мы с вами будем сотрудничать замечательно, но только если то-то, то-то, то-то. Если вы будете себе позволять эти и эти вещи, мы сотрудничать дальше не сможем. Это уже тема границ межличностных. То есть получается так, что с одной стороны человек с суперзавышенной самооценкой, это человек, который на самом деле с заниженной самооценкой. Вот в чем фокус. Он этого не понимает. Не осознает. Да. От этого страдают другие люди. Да. И страдают те люди, которые на самом деле тоже с заниженной самооценкой. И они, кто-то осознает, кто-то нет, но они страдают. спасти их от него практически нереально, потому что осадить этого ты не можешь. Их поднять, ну, это еще вопрос, но, как вы сказали, это их проблема, что они страдают. Ну, в каком-то смысле, да. Зачем страдать? У нас на Руси, вы знаете, я, конечно, обожаю на нашу страну и патриот своей родины и так далее, но у нас есть одна не очень хорошая черта. Мы любим вот это самобичевание. Нам вот нравится. И, кстати, я в первую очередь говорю о себе. Это так было с детства. Я помню, что я и плакал, вот как меня обидели, там, это могло часами продолжаться там и так далее. Пока я вот не осознал, что какой смысл себя жалеть. Надо что-то менять в жизни, а не жалеть себя. По мне, так это признак не низкой самооценки, а большой гордости. Меня обидели. Ну, тут, знаете, оно настолько, вот это вот как одна ладонь, то есть мы не можем повернуть ладонь с одной стороны, не поворачивая другую. Вот точно так же низкая самооценка это причина горделивого поведения. И причина властного поведения, когда один человек, например, просто, не просто глумится, а он деспотичен, например, начальник на производстве, или муж в семье, или отец в семье, он ведет себя как господин, который приказывает, раздает приказы. Вот такое деспотичное поведение, которое просто разрушает отношения, это на самом деле корень в личной неуверенности. Когда человек, вместо того, чтобы укореняться вот в отношении с Богом, черпать в нем свою уверенность, самодостаточность, он пытается опрыскивать листья, то есть какими-то внешними проявлениями поддерживать свою значимость за счет того, что вот эти люди будут меня слушаться, делать, как я хочу, как царь, как император себя веду. Корень этого в личной неуверенности. Вот мы в прошлый раз поговорили о том, как поднять самооценку у человека забитого. Как ему найти друзей или как ему найти помощь в Боге в случае отсутствия этих друзей адекватных. А что делать, когда ты себя чаще всего не ощущаешь, если ты такой деспот. А если ты живешь с таким деспотом, вынужден под одной крышей жить, и таких случаев я думаю, что очень много и среди наших зрителей тоже. Как им быть, как помочь твоему близкому человеку вернуться в нормальное русло и спасти в принципе и себя, и может быть семью и детей. Ладно, когда это на работе, ты можешь поставить какие-то рамки и сказать, извини, друг, вот у нас есть определенная корпоративная этика, либо ты за, либо нет. Когда ты можешь властно что-то сделать адекватное. Но когда ты уже в этом находишься, можно ли помочь этому человеку и как? Мы можем помочь ему, если мы будем возвращать его в реальность. То есть, если мы перестанем поддерживать его иллюзию высокого полета. Ну, как в том рассказе у Шварца «А король-то голый». Вот человек, который сказал это, это кто? Девочка была, кажется, да? Ребенок однозначно. Да, да, ребенок, да. Вот это, вот то самое отношение, которое мы должны проявлять вот к подобным деспотичным проявлениям. Не надо человека опускать, не надо его воспитывать, но нужно просто, ну, помочь ему увидеть реальность, какая она есть. Есть ли какие-то правила, вот, кроме того, чтобы показывать реальность, как это делать, чтобы это было доходчиво? И сколько это делать, если это не доходит? Столько, ровно столько, пока это не переходит за границы вашего личного достоинства, опять-таки. То есть, мы свое личное достоинство должны защищать, поскольку мы созданы по образу и подобию Божьему. И если я буду позволять себя унижать, то это, ну, никак не поможет другому человеку. Напротив, это будет укреплять его в том, что он сильный, что он сам Бог, что он моя совесть и так далее и тому подобное. Мы должны просто показывать, что вот мне это неприятно. То есть, использовать я послание, для того, чтобы это было максимально правильно и безболезненно. Говорите о себе. Мне не хочется чувствовать себя так-то и так-то. Я почувствовал себя так-то и так-то. И мне это неприятно, я не хочу, чтобы это продолжалось. Спасибо, Михаил. То есть, получается, что если ты каким-то образом попал в ситуацию, когда ты вынужден находиться с человеком с завышенной самооценкой, это еще большая беда, чем если бы ты был у тебя заниженной самооценкой или рядом человек заниженный. И я думаю, пусть Господь благословит только таких людей, найти мудрость, как показать этому человеку истинную реальность, чтобы опустить его на землю. я не вижу другого вообще. Потому что это получается одно из самых больших зол, которые мы можем встретить в мире. Так кажется. Думаю, только для людей, у которых у самих заниженная самооценка. Потому что если человек укоренен в Боге, ему все равно, какие люди его окружают. Пусть это будут даже люди, которые деспотичны или тоталитарны. Он все равно будет сохранять спокойствие, мир в своем сердце. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами на этой передаче. Пусть Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok